Доехать на одной машине до самой крайней северной материковой точки Евразии и России по суше не удавалось еще никому. Именно это мы и планируем сделать на этом красном празднике. Погнали! Так, все, Верхневилюйск. Сейчас наша задача за сегодня проехать сразу два этапа, то есть обычно мы с Верхневилюйска едем до Мирного, а это первый этап ночуем, потом с Мирного едем до Удачного, это 1000 с копейками километров. Сегодня мы приняли решение проехать эту 1000. Мы проснулись сегодня в 6 утра, выезжаем. Чуть-чуть задержка у нас на полчаса, пока позавтракали, пока пошлились со сборами. Ну, итог, выезжаем. Здесь сегодня надо проехать 1000. Буду уставать, будем меняться. За руль сядет Мерлан, и все, будем ехать в два руля, чтобы сегодня к вечеру быть уже удачным. Пожелайте нам удачи в бою, чтобы быть удачным. Так как у нас рек впереди много, теперь каждому по одному. На, ты сам от себя. Перед выездом в дальний путь традиционно оставляем немного еды у дороги. Чти в традиции северных народов, и как минимум кому-то из животных, в такой мороз этот оладушек, возможно, может спасти жизнь. Поэтому делаем добрые дела. Редактор субтитров А.Семкин Чувствуется, что Мир сидел. Мир, ну откуда писал? Все время ноги оттряхиваю. Часа через четыре Мерлан подменил меня за рулем, а это значит, что теперь точно можно вздремнуть. Трасса от Якутска до Удачного – это езда по обычной асфальтной дороге. Долгий и скучный путь, но якутская природа вокруг красивая, и все выглядит очень и очень атмосферно. В общем, посмотрите сами, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Субтитры создавал DimaTorzok В магазине купил йогурт, и вы знаете, невероятно вкусный, вот прям чувствуется такое, что все натуральное. Читаю, написано «Республика Сахай-Кутия», где произведено село Тайбахой. Едем, едем, пока разговариваем. И оп, и мы сюда вот сейчас въехали в это село. Вот здесь вот его где-то и делают этот йогурт. Красота. Рекомендую. Здравствуйте. Не подскажете, не подскажете, как проехать нам в Мирный? Туда? Спасибо. Вообще, якутские лошади – это визитная карточка Якутии. Как и морозы, ленские столбы, строганина, эсех и многое другое удивительное, чем богата земля Саха. Уникальность якутских лошадей заключается в том, что они, благодаря своему плотному подшерстку, могут легко переносить экстремально низкий мороз, ниже минус 50, и при этом самостоятельно добывать себе корм, выкапывая его копытом из-под снега. Какой край? Такие лошади – милые и одновременно суровые. В общем, у нас сейчас есть одна небольшая проблема. Дело в том, что топливо на маршрут по Якутии полностью организовывал я, и здесь оно у нас есть вообще в избытке, с этим проблем нет. А топливо на этап по Таймыру, именно тот Челюскин, организовывал Саша Елик. И так как мы сейчас разделились, то проблема с этим у нас стала открыта. Контактов, соответственно, по Таймыру у нас сейчас нет, поэтому мы их судорожно сейчас сражаем и пересчитываем все, что нужно по маршруту, соответственно, по топливу. И пока на сегодняшний день мы едем с топливом от Хатанги до Челюскина пока вообще неизвестно, поэтому сидим, считаем, сейчас прикидываем примерно, где нам там сколько нужно. Вот примерно такой расклад. Были в Якутии, и казалось, что все уже прямо открыло. Весна-весна. А сейчас подъезжаем к Мирному, а тут просто какая-то невероятная сказочная красота. Опять лес и опять в красивой такой снежной шапочке. Шапочка, шапочка, шапочка! Добравшись до города Мирного, я настоятельно рекомендую вам посетить Карьер Мир, потому что это одна из самых больших кимберлитовых трубок, сотворенная человеком. Сейчас, конечно, есть и побольше, это как карьер в удачном, но, тем не менее, красиво. И давайте мы ему сейчас покажем. Я, конечно, поднял бы дрон, но, к сожалению, из-за близости аэропорта там бесполетная зона. Можно было, конечно, привезти прошитого дрона с СВО, но мы же законопослушные граждане. Поэтому вы увидите только, как говорится, с того же самого места, откуда ее увидим. Давайте посмотрим. Продолжение следует... Вот казалось бы, обслуживаемая дорога, мирный, удачный. КамАЗ, ну или не КамАЗ, это грузовик, с цепями не смог подняться в гору, которая отсыпана песочком, вот тут, казалось бы, ну что здесь такого? А, нет. Север, север, ну да, его еще пустой. А это, кстати, на самом деле и плюс, и минус, одно ремень. Так что такое, север, и северные дороги опасные, и ковар. Север, север, ну да, его еще пустой. Субтитры создавал DimaTorzok С заправками на севере туговато, поэтому при любой возможности мы пополняем топливо до полного бака, несмотря на большой запас, который у нас есть. Стоимость дизеля здесь 77 рублей 20 копеек, что для севера очень даже приемлемая цена. Как вы помните, это непростая машина. Здесь увеличенный бак и баков здесь целых два. И сейчас я вам покажу. Мы заправляем первый бак, заправляем второй бак. Все это делаем через одну горловину. Если вы заглянете сейчас туда вовнутрь, то увидите две горловины, соответственно, двух баков. Так одним пистолетом можно заправить. Запас топлива здесь такой, что автономно на этой машине мы можем порядка недели, не глуша, ехать, стоять, что угодно делать. То есть 7 дней она может автономно находиться где угодно. В нашем случае по пути и, в частности, на мысе Челюске. Субтитры добавил DimaTorzok За сегодня на самом деле с миром, мир, иди тоже сюда в кадр, что-то не стесняйся. Сделали вообще хороший марш-бросок, проехали тысячу километров. Сегодня делились как бы какую-то часть, чуть устал, менялись, причем не было такого, что полпути один, полпути другой. Просто буквально по самочувствию. Итог. Сегодня, стартовав в Верхневелюське, мы финишировали сегодня в городе удачно. Мы тысячу с копейками километров проехали. Пока дорога позволяет, можно ехать, потому что впереди у нас спецучасток. Сейчас примерно где-то в 500 километрах за нами едет вторая группа. Очень приятно быть ведущей группой, как, собственно, и всегда. У мира это в первый раз. Вот, ну, когда-то, как говорится, надо начинать. На самом деле, сегодня хорошая погода, и едем мы так именно потому, что впереди у нас есть так называемое окно хорошей погоды, в которое нам нужно успевать. То есть, ну, как бы, это вот настоящая причина, а все остальное, как говорится, как говорится. Все, погнали. На объезде в Удачный нас встречает Артур Владимирович, глава Удачного и наш хороший друг. Сначала мы едем в столовую ГОКа, чтобы перекусить, а уже после в гостиницу. Отдыхать после дороги. Ладно, все, мы будем кушать, потом покажем вам, что все показывает. Давай, давай. Налево, да? Да, налево и туда, в сторону города. Наш мемориал горнятской славы. По-моему, мы возле него тоже остановились в прошлый раз. Какая у вас сейчас численность, какое сейчас количество населения? С учетом жителей, которые с временной регистрацией где-то 14 тысяч. По переписи населения, которое последнее было, 12-980. Ну, это постоянно прописано. Ну, и постоянно люди прибывают. То есть, прирост есть, да? Прирост есть, и в Удачном сегодня основная проблема – это отсутствие швей. То есть, у вас есть, у вас нет пустого жилья, так скажем? Ну, практически нет. И достаточно высокая стоимость аренды. Сколько стоит аренда квартир здесь в Удачном? Ну, в среднем, в среднем. Однокомнатная квартира от 30-35 тысяч, не меньше. Да ладно, что, правда? Правда. Я живу в Ярославле, у нас, по-моему, там, тысяча, ну, 18-20, а дружка в хорошем районе. Да, у нас очень. При этом еще и же есть высокая стоимость коммунальных услуг, потому что тарифы у нас сегодня самые высокие в Удачном, даже по сравнению с Айхау, с мирным тем более. А с чем это связано? Это связано только с тем, что у нас электрическая котельная, и стоимость теплоэнергии у нас порядка два с лишним раза выше, чем в 60 километрах поселка Айхау, где газовая котельная. А чтобы сюда привезти газовую котельную, нужно трубу тащить? А уже идет, реализуется этот проект, да, и вот в 23-м году, ну, в принципе, должны были вообще запуститься, ну, в связи с событиями проект пришлось перестраивать на импортозамещение полностью, потому что с учетом было импортного оборудования. А это вы так подсветили, да? Да, вот мы как раз символично сделали триколор в поддержку сегодняшних всех мероприятий на въезде в город. Вот давно об этом не читали, в другое время, ну, вот реализовали только сейчас. На день города мы открыли этот социальный объект. Вот под навесом там, если присмотреться, Качели. Удачный написано на стене, видите? На площади на этой дали точку бесплатного подключения Wi-Fi для молодежи, привлечения, ну, жителей. Теплое время года, там действительно фонтан новый полностью стоит, освежили. В общем, место притяжения в удачном появилось, шикарно. С приездом! Удачный! Вообще, удачно, очень компактный и красивый городок. На обратном пути я расскажу вам про него немножко больше. Но сейчас точно в гостиницу, нам надо отдыхать. Завтра опять в путь. 12 ночи, мы наконец-то добрались до гостиницы. Так, вот, это дробь 1, это от этой комнаты, а это от этой. Ваши напитки? Спасибо. Чисто свое. Сам выращиваем. Спасибо. Здесь выдачно. Вы, в общем, как позавтракаете, заезжайте ко мне, кофе горячий. Здорово. Я весну. Прадик, у вас подарок. Спасибо огромное. Спасибо. Всего, доброй ночи. Сдавайте, у вас, спокойной ночи. Если что-то вспомнили или что, ватсап делайте. Все нормально. До свидания. Спасибо. Спасибо вам. Доброе удачинское утро, так говорят, здесь в Удачном. С самого утра наша задача позавтракать, потому что на дворе 8 часов утра, а ГОК работает круглосуточно, несколько смен, и еда здесь есть всегда в наличии. После этого у нас есть одна небольшая проблема, перекачивающий насос, который перекачивает из резервного бака в основном, почему-то перестал работать. Сейчас мы где-то попытаемся с этим разобраться, найти причину, исправить ее перед выездом на зимник, и выезжаем в сторону Оленька. У нас начинается сразу за удачным первый зимник. Километров 300, но я чувствую, что там езды плюс-минус, это средний ходовой день. Погнали, покушайте. Ситуация немного грустная. Насос не перекачивает. Первый осмотр показал, что вроде как стоит он на месте, что с ним непонятно. Кнопка тоже не работает, предохранители вроде бы все целы. Сейчас еще раз снимем видео, отправим на большую землю. Ребятам, которые делали, собирали схему, может, там не тот предохранитель. Проверим еще раз все. Но это плохо, потому что у нас практически 120 литров топлива просто остается в отдельном резервуаре, из которого мы их не можем пока никак достать. Соответственно, это порядка двух с половиной дней автономности. Здесь сейчас заправляемся. Параллельно с этим. Не, дай-ка. Он говорит, этот, этот выдернуть вот так на прямой. Я уже пробовал. Параллельно с этим смотрим, что у нас с перекачкой. Не хочется, она раньше горела. Сейчас попробуем ее посмотреть контролькой. Захранители вроде бы все целы, я не знаю, что. Но без перекачки, еще раз говорю, у нас практически 120 литров топлива просто получается в резервуаре, из которых мы их не можем ехать. Это не есть хорошо. Хорошо, что в удачном ЖКХ нашелся автоэлектрик, который сказал, что обязательно все починит. Мы загнали машину в бокс, сейчас будем все смотреть, и я уверен, что точно найдем неисправность. Все, у вас проблемы здесь. Покажи, где. Реле. Юрий! А, просто отошло, да? Давай, я его быстренько подожму, что-то оно. И реле выдернует. А я понимаю, да? У человека руки с правильного места растут. Да я давно этим не занимаюсь. 這ина-то не менее, ты как сразу тыц-тыц-тыц и все, и у нас там все зажжало. Реле мост д Hasểm. Надо будет реле найти. Здесь его полно, наверное. А что делать? Да. Ну как оно, закис, походу, здесь. По-моему, не видно. вазовский или уазовский любой ребята с машины выдернули у вас патриот будет без него работать вот правда я так это что же это российский девайс перекачка ну да это же не родная система как он включенный да все сейчас мы минусы перекидываем все это вот решение там где-то встретимся и видим не все равно в показе и снова здравствуйте здравствуйте артур владимирович рады видеть спасибо за теплый время да не за что артур владимирович еще вопрос очень важный товарищи едут на север и у них нету картонки вот куда они без картонки собрались которая радиатор закрывает надо будет еще картонку им как-то найти посмотреть но я думаю не но это проблема я не знаю как мы сможем это решить ребята вообще отработали просто так куда кому отправить ну никуда никому комплимент даже без всяких этих от лица всех странствующих полярников ну вот дмитрий михалович говорит что еще проблема что у вас картонки не хватает ну я думаю не картонку слава не картонка идеальна к сожалению он вот остался один вот-вот-вот давайте так какими ночницы бумаги все было данным мы будем мы же не за этим не я понял что смотрите вот приятно у нас есть открывать смотри какой крови смотри даже в конкурсе не пришлось участвовать и на вопросы теперь спахер отвечать огромное спасибо я могу сказать что вы наверно участвовали просто не победили нет это у нас был конкурс зрительских спецприз от организаторов который мы доставляем лично ну а мы вас в любом случае уже мир а где у нас брелочки были бардачки вот не пи не первый раз заряжаем вас удачь сейчас рафис так достает с кармана и брелок с городом удачным так раз в урну надо заплатить чтобы вошло а потом заплатить чтобы не вошло удачно очень гостеприимно но нам надо выжить дальше и перед выездом мы по традиции заглянем в храм заодно мерлану покажу православную церковь говорит ни разу не был как всегда в храмах есть несколько зон одна из зон за упокой одна для остальных только прийти надо вам больше приезжают люди приезжают и все говорят очень такие довольны благодаря нашей компании вообще храм городе удачная с 12 года работаю я уверена всегда говорю компания сделала такой подарок городу построила но такое сооружение действительно и мы вынуждены теперь как администрация города городообразующим предприятия стараемся город выстраивать уже в уровень чтобы он соответствовал храм получается на балансе города нет он передан полностью епархии ну то есть они сами занимаются сам пойдем сначала нужно к вот действительно времена у нас такие сейчас что нужно сначала за ребят которые у нас в зоне специальной военной операции погибли ну все теперь с богом вообще на пути встречаются только хорошие люди на самом деле такая тема что на севере очень про мне кажется большая концентрация людей связано это с тем но именно я имею до хороших людей связано это с тем что не только за того что здесь проживают северные коренные народы но еще потому что сюда приезжает огромное количество людей разных и в большинстве случаев но все таки так скажем люди которые вот как перемещаются что-то делают они видят этот мир они как зачастую многогранный в своих вот каких-то эмоциях видят этот мир так не однобоко через такую обширную призму вот и поэтому люди добрые отзывчивые тем более здесь на севере я еще раз говорю нам вообще встречаются все исключительно хорошие добрые вот в целом здесь концентрация людей на севере хороших очень большая поэтому всем северным людям или всем кто когда-либо жил работал на севере вахты ребята передаю большой привет а кому-то даже большой салат в районе обеда мы наконец-то выехали из удачных проезжаем пару километров и выезжаем на зиме он доставит нас практически до берегов моря лаптевых откуда нам предстоит проехать еще тысячу километров до самой северной точки россии евразии и не просто доехать но и вернуться обратно и все это на одной машине впервые в истории по сухопутному маршруту вы готовы впереди у нас начинается самое интересное погнали здесь на зимнике очень простое правило маленькие всегда пропускают больших в нашем случае даже большие пропускают нас которые немножко поменьше вообще тоже здесь взаимопомощь и уважение при вы после выезда на зимник становится еще более серьезно это уже временная дорога которая работает только зимой летом здесь нет абсолютно ничего это болото это может быть река озеро то зимник проходит как всегда по каким-то поверхностям которые максимально легче все очистить поэтому это ледяные поверхность ну и на зимнике уже нету такого понимания как-то качка вот можно посмотреть вперед просто такая качка гребенка машина у нас едет уже со скоростью всего 30 километров в час и 300 километров до оленька могут сейчас нам казаться там в десять часов езды и грубо говоря можно их быстро поскочить можно медленно вот плюс нужно не забывать что конечно можно сжать на газ проехать это все очень быстро но когда ты где-то катаешься рядом с домом и нажимаешь на газ ты можешь там вернуться назад домой на полусломанной машине вызвать эвакуатора а тут вся надежда на то что это твой передвижной дом на колесах и если с ним что-то случится то соответственно все может стать под срыв только проект но и даже жизни которые в данном случае у нас зависят от нашей машины в ней тепло она нас везет и так далее так далее поэтому едем аккуратно сам спецучасток у нас будет от хатанги до до челюски на до спецучастка еще нужно доехать и после него тоже еще нужно вернуть это об этом нужно помнить здесь у нас не спринтерская дистанция здесь чистой воды марафон мы добрались до полярного круга и официально с момента пересечения с вот этой точки за говорится стеллу полярного круга мы с вами попадаем в арктику из этого момента наша экспедиция превращается из обычной северной в арктическую настоящую арктическую экспедицию готовы экипаж готов выдвигаемся дальше погнали мы двигаемся по зимнику анабар и видим дуран он видимо сломался и его положили на надпи чтобы отбуксировать населенный пол и движемся с калаху а тут что-то какая-то 6 китайские дать из-за этого не держит все равно холодно а а